Здравствуйте, уважаемые зрители нашего YouTube-канала. Я Юрьева Анна, юрис отдела патентования юридической компании Юрвиста. Товарный знак – это обозначение, обладающее отличительными признаками, которое позволяет производителю выделить на рынке свою продукцию, а покупателям не путать бренд с другими. От чего зависит стоимость услуг по регистрации товарного знака? Стоимость регистрации товарного знака складывается из таких составляющих, как услуги юриста по подготовке необходимой документации с подачей заявки и уплата государственных пошлин. Зарегистрировать товарный знак можно в электронном виде через патентного поверенного, что дает возможность 30% скидки на оплату госпошлин. Подать документы для регистрации можно и самостоятельно, для чего необходимо ознакомиться с нормативными документами, опубликованными на сайте Роспатента, правильно оформить заявку на товарный знак, подобрать нужные классы МКТУ и корректно оплатить пошлины и вести дело производства по заявке. Но, как показывает практика, ошибок при этом не избежать. А каждая правка и ошибка при регистрации – это осложнение процедуры и затягивание сроков. Например, проблемы могут возникнуть на этапе прохождения формальной экспертизы Роспатента. Очень часто именно некорректное оформление заявочных материалов и несовоевременное реагирование на запросы в таких случаях из Роспатента затягивает надолго процесс регистрации товарного знака и может вообще привести к отказу в регистрации. Что ж, допустим, что первый этап преодолен, но не расслабляйтесь. На основном этапе экспертиза товарного знака по существу без квалифицированной юридической помощи вам, скорее всего, не обойтись. Все дело в том, что на данном этапе проходит проверка товарного знака на отсутствие его тождества и сходство с уже зарегистрированными обозначениями на территории Российской Федерации. Провести проверку на плагиат лучше всего до этого этапа. Это поможет вам избежать лишних трат на пошлины и провала в регистрации товарного знака в случае его схожести с другим обозначением. Это можно сделать с помощью платной базы Федерального института промышленной собственности, либо других сервисов, у которых есть доступ к данным ФИПС, например, как у нашей юридической компании. На этапе прохождения экспертизы по существу в большинстве случаев Роспатент направляет уточняющие запросы, от ответов на которых зависит успех регистрации. Работа патентных поверенных на данном этапе – это составление своевременных и мотивированных ответов в защиту охраноспособности знака. Стоит сказать, что при отказе в регистрации товарного знака уплаченные до этого вами государственные пошлины сгорают. Помимо тождественных и схожих товарных знаков могут быть выявлены и другие подводные камни, решить которые смогут только квалифицированные юристы по интеллектуальному праву. Например, в случае, когда при проверке обнаружился сходный знак в выбранном классе МКТУ, а переделать ваше обозначение уже нельзя, то к процессу подключаются юристы, которые связываются с владельцем знака, помогают оформить письмо согласия или, по возможности, аннулируют этот товарный знак за неиспользование. Услуги юриста по оплате патентных пошлин помогут вам существенно сэкономить при их оплате при регистрации товарного знака. В некоторых случаях патентные пошлины можно оплатить со скидкой, а иногда их вообще можно не платить. Так, в нормативно-правовых документах есть пункты, которые предусматривают возможность уменьшения размеров патентных пошлин и освобождения определенных категорий граждан от их уплаты в размере 50%, либо освобождают от уплаты пошлины вообще. Также можно сэкономить на госпошлины при регистрации товарного знака. От количества выбранных классов МКТУ зависит размер патентной пошлины. За каждый лишний класс заявитель доплачивает при подаче заявки и при ее регистрации. Чтобы сэкономить, нужно выбирать только те классы, в которых бизнесу реально требуется защита интеллектуальной собственности. Напомним, что размер пошлин и соблюдение сроков оплаты – это ответственность заявителя и важный этап в регистрации товарного знака. Грамотно оформить необходимую документацию и подать заявку на регистрацию, выбрать нужные классы МКТУ, сэкономив при этом на уплате патентных пошлин в соответствии с законодательством, поможет квалифицированный юрист по интеллектуальной собственности. Если вам требуется помощь в сопровождении процедуры регистрации товарного знака в Роспатенте, обращайтесь в нашу юридическую компанию ЮрВиста, к специалистам отдела патентования. Успехов вам и до новых встреч! Подписывайтесь на наш YouTube канал. До свидания!